В 2023 году будут внесены изменения и дополнения в закон о государственных закупках. В настоящее время Министерством финансов создана рабочая группа, где принимают участие представители всех государственных органов для разработки новой модели закона. Поправки прежде всего направлены на минимизацию коррупционных рисков, а также обеспечение прозрачности и совершенствование системы госзакупок. В рамках минимизации коррупционных рисков введен новый способ закупки и способом использования рейтинга бальной системы. То есть пока данный способ рейтинга бальной системы, он производится только в работах строительно-монтажных и работ по проектированию. Однако дальнейшие меры направлены на то, чтобы и иные товары и услуги также приобретать рейтинга бальной системы. В данной системе отсутствует конкурсная комиссия, как ранее. Были такие случаи, когда конкурсная комиссия принимала те или иные какие-то необоснованные решения. Одни из главных принципов государственных закупок – это оптимальное и эффективное расходование бюджетных средств, предоставление равных возможностей участникам государственных закупок, а также добросовестная конкуренция. Одним из инструментов, позволяющих эффективно придерживаться этих правил, является электронный магазин. На сегодняшний день имеется способ закупки через электронный магазин, электронный каталог товаров. Это по принципу такого маркетплейса, на котором размещены уже товары у поставщиков, по которым сразу заказчик, либо орган, который будет закупать этот товар, сразу видит технические характеристики и так далее. То есть это тоже направлено на качество приобретаемых товаров. Особенность интернет-магазина заключается в том, что он дает заказчику свободу выбора. При этом поставщик товара определяется по минимальной цене. Основное преимущество внедрения такой системы – усовершенствованная система мониторинга. Таким образом, будут учтены все требования заказчика и обеспечена возможность выбора по самым выгодным условиям на рынке. Дельна Стругозеева, Максат Нигметов, Алтайк Парад.